Друзья, всем привет! Сейчас мы подъезжаем к хутору Шевченко, который находится в Павловском районе Краснодарского края. Хутор имеет всего одну улицу. Улица длинная, она протекает на протяжении всего хутора. Численность населения где-то 455 человек. Один магазин имеется, по крайней мере, который я видел. На хуторе имеется, газ проведен. Нормально на хуторе. В Сибири таких хуторов нет. По крайней мере, мы не встречали, мы много где проезжали, смотрели. Дома продаются, здесь тоже люди. Кстати, протекает река, также можно порыбачить. Причем отличаются хутора именно в Краснодарском крае и хутора в остальной России. Здесь они не заброшены, как в многих деревнях. Здесь действительно проведен газ, здесь свет, водопровод проведен. Дома даже очень ухоженные. Поэтому, когда я говорю слово хутор, первое подсознание того, что что-то такое, вот там два-три дома и все. Здесь же нет, здесь немножко по-другому хутор. Я не знаю, почему их называют хутор, а не села. Но хутор, он как бы такое-то большое село получается. Здесь нет ни школы, ни садов. Да, вот в школу это в Павловскую возят, также в детский садик Павловскую. Здесь зато большие участки у людей. Именно рассчитан на то, что заниматься выращиванием там животных, огородов, сады. Чистый воздух. Вот элементарно. Домик на хуторе стоит. Да, обложен красным кирпичом, высокая крыша. Ну вот фасад здесь получается. Не стакетник какой-нибудь, а металлические заборы. Профнастил. Вот может сейчас центр, немножко здесь асфальтированная дорога будет. Вот смотри домик какой шикарный. Небольшой, но сделан красиво. Кстати, у них здесь отдельная скважина получается. Своя идет. Вон водонапорная бочка стоит, вижу. Пока увидела два объема. У меня вот третий дом продают. Кстати, вот магазин. Торока называется. Это что? Это почта. Деление почты и сельский клуб. А вот еще один магазинчик. Два магазина. На почте тоже там магазин вроде бы есть. Длинная улица. Она так и называется, длинная. А, да? Да. Вот кредитом продается. Мы здесь уже не в первый раз. Мы здесь тоже ездили дома, смотрели. Потому что пишут многие. Хутора покажите, что из себя представляют. Хотим переехать на хутор. Вот что у нас представляют хутора. Посмотрите какой дом. На хуторе. Один. Напротив. Второй. В принципе, мы во многих хуторах были. И еще такого, чтобы хутор был в запустении, мы еще не встречали, да? Не, ну есть запущенные домики. Вот, допустим, вот, например, вот такой. Вот он домик запущен, заброшен. А вот, пожалуйста, тоже строят дом на хуторе. Это домино. Как в Подмосковье, да, дома? Смотри. Не, не дешевые такие материалы. Угу. Точно длинная улица называется? Случайно, она не слишком длинная? Очень длинная, да? Вот заброшен домик. Стоит. Бамулькости, нюркости нет. Какое за молоко продают? А смотри, как из дерева сделали эту компу. Угу. Вот, остановка. Сюда, скорее всего, школьный автобус приезжает, детей забирает. Да, вот здесь, получается, дорога уходит направо. Угу. Это уже идет на районный центр, на Павловскую. Мы сейчас немножко дальше проедем, еще покажем, где заканчивается хутор. О, смотри, какой домик. Улица длинная, 101. Шикарный. Красиво есть ухоженные дома. А летом здесь как красиво. Когда начинается везти виноград, и все это заплетается зеленью. Ой, пыль стал дома. Машина. Ну, в принципе, там уже заканчивается хутор, там начинается термо. Вот, пожалуйста, дом. Какой. Строят. Ну, вот, на этом хутор и закончился. Так, кому интересны здесь дома, цены, мы сейчас подъедем чуть поближе к домам, которые продаются. Номера телефонов вам покажем. А там уже, если вам интересно, то... О, последний домик. То вы уже сами звоните, спрашиваете, интересуетесь. В принципе, здесь до Павловской станицы сколько километров? Три километра. Вот по прямой туда? Нет, вот я показывал, показывал поворот. Ага. Прямо это уже ферма там. Не знаю, что там выращивает, но она, по крайней мере, функционирует. Потому что люди пишут в личку. Ходим на хуторе купить дом. Покажите, какие хутора. Вот, пожалуйста, вам хутор. Сейчас мы поближе подъедем, там уже я включусь и покажу вам номера телефонов. Итак, домик. Слегка посмотрите, как он выглядит. А там можно уже с хозяином договориться. Он вам уже, наверное, может быть там по WhatsApp как-то и по видеосвязи передаст. Ну, видео уже маленькие, короткие. Видеосвязи, конечно, да. Можно фотографии и видео. При желании. Все можно. Вот такой кирпичный домик. Домик там немаленький. Здоровый дом, кирпичем обложенный. Угу. Вот, продают. Его номер телефона 8 962 866 62 50. Номер 116. Ходор Шевченко. Можете забить где-то на карте, я не знаю, как-то посмотреть, кому интересно. Вот такой домик. Но это уже идет агентство недвижимости «Лидер». Я думаю, видно, да, номер телефона. Саманный домик. Небольшой. Газ проведен, нет? Да, газ есть. Заборчик такой. Не ахти. Там что-то еще пристроечка, да? Вон там вот идет. Кирпичи. Прятая кухня, как и во всех домах. Там газ как раз. Смотри, колодец какой. Видишь? Ага, на цепи. Крутишь. Достаешь воду. Ну здесь река, получается, этим домом проходит река. Угу. Да, дом у реки. Ну, первый дом тоже был, там тоже река была. Да, да, да. Так, и вот он еще один дом. Также находится он у реки. Имеется газ. Номер телефона Плюс семь. Девятьсот восемнадцать. Сто двадцать один. Восемьдесят восемьдесят четыре. Вот такой вот.